Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 3 апреля, Православная Церковь совершает память святителя Фомы Константинопольского Патриарха. Святой Отец наш Фома за многие добродетели, разум и благочестие преподобным Иоанном Постником был поставлен в одиаконы Великой Цареградской Церкви и в царствование Маврикия сделан ризничем. По смерти же святейшего Иоанна и сменившего его патриарха блаженного Кириака в царствование мучителя Фоки был поставлен патриархом святой Фома и управлял прекрасно своим престолом, заботливо пася словесное Христово стадо. Во дни его патриаршества совершилось следующее чудо в стране Галатийской. Там в некоторых городах во время крестного хода и литии носили большие кресты. Эти кресты сами собой с дивною и неудержимую силою стали колебаться, ударялись друг от друга и разбивались. Когда слух об этом чуде прошел повсюду, святейший патриарх цареградский Фома призвал из той страны святого Феодора Секиота, мужа прозорливого и чудотворца, и расспрашивал его об этом чуде и о том, чтобы это чудо предзнаменовало. Святой Феодор рассказал, что чудо действительно было, но что оно означает, отказывался сказать, говоря, что не знает этой неведомой тайны. Тогда святейший патриарх Фома упал ему в ноги с просьбой и таким смирением своим убедил старца предсказать будущее. После того старец сказал, что кресты сами собой колебались, бились и ломались в знамение многих бед и разорений на Церковь Божию, и греческое царство, как от внешних, так и от внутренних врагов. Извне будет тяжкое нашествие варваров, а внутри государства, между христианами, произойдет раскол в вере, и начнут друг друга гнать и истреблять, и все это случится вскоре. Услышав это, патриарх ужаснулся и попросил преподобного помолиться о нем, Богу, чтобы Бог взял его душу от тела раньше, чем случится предсказанное разорение, чтобы не видеть ему таких бед на Церковь. Спустя немного времени, когда еще преподобный Феодор оставался в Царьграде, у церкви святого Стефана, патриарх заболел и послал известить о своей болезни преподобного, затворившегося в келье и постившегося, и умолить его и спросить ему у Бога «Скорое скончание». Святой отказывался, не хотел, а патриарх блаженный Фома опять послал к нему с усердной просьбой, желая разлучиться с телом до наступления бед на Церковь. Тогда преподобный Феодор против своего желания исполнил волю святейшего патриарха Фомы, помолился Богу о смерти его и послал ему сказать «Велишь ли мне прийти к тебе, или мы там увидимся перед Богом?» Фома святой отвечал ему через посланного «Не прерывай, отче, своего молчания, довольна мне того, что ты сказал, там увидимся перед Богом». И в тот же день святейший патриарх Фома перед вечером радостно разлучился с телом и отошел ко Господу в царствование того же Фоки. По кончине святого Фомы принял престол патриарши Сергий, диакон той же Великой Церкови, и был сначала правоверен, а после развратился и сделался начальником ереси монофилицкой, иначе сказать, единовольнической, несправедливо признающей в Господе Христе одну волю. Тогда наступили беды для церкви, раскол, разорение, мучения и гонения от еретиков на правоверных. В то же время, по пущениям Божиим за умножение ересей, началась тяжкая война с персами, пленение и опустошение огнем и мечом греческих областей. Был взят персами Иерусалим, и честное древо Святого Креста было захвачено в плен и унесено в Персию. Так сбывались все несчастья, предзнаменованные вышеупомянутым чудом с крестами и предсказанные пророчеством святого Феодора Псикиота. Чтоб не видеть этих несчастий своими глазами, святейший патриарх Фома предпочел умереть, чем оставаться в живых, и получил по своей просьбе блаженную кончину раньше наступления этого страшного времени. Он пас Церковь Христову три года и два месяца, много боролся с еретиками, храня православное учение и истинно почитая Христа Бога нашего. Ему же со Отцом и Святым Духом слава вовеки. Аминь. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобного Иакова Исповедника, епископа Катанского Сицилийского, преподобного Серафима Вырицкого, святителя Кирилла, епископа Катанского Сицилийского, священномученика Владимира Введенского Пресвитера. Всех, кто уносит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok